Всем привет! Вы на канале политический новостник. Приятного просмотра. Демонстранты перекрывают дороги. Ереван борется за отставку Пашиняна. Перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал. Будем очень благодарны. Ну а мы к теме выпуска. Протестующие начали перекрывать дороги в Ереване с требованием отставки Пашиняна. В Ереване продолжаются митинги оппозиции, которая добивается отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна. В ходе очередной акции протестующие перекрыли движение автомобилей, но впоследствии их отеснили полицейские. Оппозиционеры называют Пашиняна предателем из-за подписанного им соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. На центральных улицах Еревана возобновилось автомобильное движение после того, как полицейские отеснили с проезжей части перекрывавших ее протестующих, сообщает ТАСС. По информации СМИ, ситуация на проспектах Баграмяна, Маштаца, Мясникяна и прилегающих к ним улицам стабилизировалась. Правоохранители отеснили на тротуары демонстрантов, которые добиваются отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна. После того, как движение автомобилей на пересечении проспекта Маштаца селом улицы Амиряна было возобновлено. Полицейские некоторое время стояли вдоль дороги, но впоследствии покинули территорию. Протестующих в этом месте осталось мало, и они не пытались выйти на проезжую часть. Ранее на YouTube-канале Ларер Тиви опубликовали видео, на котором запечатлено, как автомобиль наехал на перекрывших дорогу протестующих в Ереване на митинге 19 ноября. Судя по видеокадрам, протестующие выстроились в живую цепь на пешеходном переходе. Проезжающий по дороге микроавтобус сначала сбросил скорость, а затем наехал на толпу. Таким образом он разорвал живую цепь и поехал дальше. На кадрах видно, что в результате наезда на дорогу упала девушка. В пресс-службе полиции сообщили РИА Новости, что в ходе протестных акций полицейские задержали 24 протестующих, которые перекрыли улицы в Ереване. В армянской столице проходят митинги оппозиции, участники требуют отставки Пашиняна. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка». Максимальная санкция по ней предусматривает арест на два месяца. Накануне Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь республики в Ереване, сообщал спутник Армения. По его данным, возле здания правительства было несколько сотен человек, большинство из которых в военной форме. «Дорогие, я должен сказать вам две вещи. Во-первых, я обещаю вам, что не предам своего народа. Во-вторых, прошу разойтись, потому что в этом митинге необходимости нет. Когда будет такая необходимость, я всех вас позову на площадь», обратился Пашинян к согражданам и прошел в здание. В то же время на площади свободы в столице также проходил митинг оппозиции. Здесь также требуют отставки Пашиняна, оппозиция считает капитуляцией страны, подписанная им 9 ноября, совместное заявление с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Представители оппозиции называют главу армянского правительства ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы республики. Президент Армении Армен Саркисян в обращении к народу 16 ноября призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян, объясняя подписание договора, утверждает, что после падения Шуши для армянской стороны борьба потеряла смысл, поскольку после Ереван уже не смог бы добиться перелома в боевых действиях. В прямом эфире на своей странице в Facebook он заверял, что подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе было вынужденной мерой для Армении, поскольку в противном случае она бы столкнулась с военным коллапсом. Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. «Мы были вынуждены подписать данное соглашение», – констатировал Пашинян. Он обратил внимание, что захваченные азербайджанскими военными Шуши армяне пытались вернуть дважды. «Одна из таких попыток сорвалась», – отметил глава Кабмина, а во второй раз армянскому отряду удалось проникнуть в город. Разные мнения по поводу контроля над Шуши были связаны именно с деятельностью этого отряда, – пояснил он. Как уточнил Пашинян, решение о перемирии было принято после соответствующих рекомендаций Генштаба и руководства непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генштаб Вооруженных сил страны, по словам главы правительства, докладывал о проблемах с ресурсами, а политическое руководство разделяло это мнение. Президент Армении Армен Саркисян в интервью изданию «Аравот» ответил на вопрос, почему Армения проиграла войну в Карабахе. «За эти годы нам не удалось создать армию, которая могла бы противостоять Азербайджану или противостоять члену НАТО Турции, что в принципе, я думаю, было возможно благодаря военному духу, преданности людей. У нас не было военной техники, соответствующей подготовки организации», — сказал президент. По словам Саркисяна, Армения проиграла не только войну на поле боя, но и демографическую. «В 1994 году мы были государством-победителем. Весь мир, те же европейцы, тоже НАТО думали, что у нас самая мощная армия в регионе. Тогда население Арцаха составляло немногим более 100 тысяч, через 26 лет, те же 100 тысяч или 130-150 тысяч. Мы проиграли эту демографическую войну. Думаю, через 26 лет в Арцахе могло проживать 500 или 600 тысяч человек. Не хочу обсуждать, каким образом, но уверен, что это было возможно. Однако этого не произошло. Когда ты солдат, то одно дело иметь миллион человек, другое дело население в 100 тысяч, сказал президент. По его словам, Армения проиграла и на дипломатическом фронте. Наш дипломатический корпус должен был финансироваться в 3-4 раза лучше. Турция и Азербайджан ничего не жалели для того, чтобы усилить свою дипломатию, сказал Саркисян. Саркисян раскритиковал СМИ Армении, сказав, что их работа превратилась в копипаст информации из Facebook, зачастую необоснованной, эмоциональной, нелогичной, доходящей до самых феноменальных пределов конспирации. Помимо этого, он не согласился с утверждением, что в Армении развита сфера информационных технологий. У нас есть огромное количество талантливых молодых людей, которые стремятся к этому, но у нас нет той системы. В такой стране, как Беларусь, сегодня в несколько раз больше, в десятки раз больше программистов, есть область программирования, в которую вкладываются огромные суммы денег из-за рубежа, из США и Канады. Мы и здесь оказались позади, сказал президент. По словам президента, в Армении все зависит от людей, но нужно развивать системы. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы всегда быть в курсе свежих и интересных новостей. До встречи. Продолжение следует...